Девушки отдыхают Великолепные климатические условия, великолепные продукты питания, прекрасная кухня, но есть и возможность отрегулировать работу вашего организма. Ведь нервно-эндокринная система регуляции обеспечивает вам приспособляемость к переменным условиям окружающей среды. И выживут не самые сильные, выживут не самые умные, выживут те, кто смогут свою силу правильно или с умом использовать. То есть те, кто могут хорошо и активно приспосабливаться к переменным условиям окружающей среды. Ведь находясь дома у вас, как правило, одни условия, в автомобиле иные, вышли в окружающую среду, третий, пошли, поработали или занялись шопингом, четвертый, вышли опять в окружающую среду, а погода уже изменилась. И со всем этим ваша нервно-эндокринная система регуляции должна легко справляться, тогда вы чувствуете себя здоровым и не болеете. Вот находясь в Греции, здесь погодные условия просто шикарные, климат великолепен, продукты натуральные, кухня одна из самых здоровых. Но здесь есть другие природные факторы, которые все это помогают направить нужное русло, отрегулировать вашу систему регуляции. Голова у меня мокрая, я тоже попробовал, порегулировал немножечко свою нервно-эндокринную систему. Здесь все буквально за моей спиной. Вы видите, великолепный водопад и термальные ванны. Контраст великолепен, несколько раз побывать в термальной ванной и под такой струей воды, причем массаж можно получить как в термальной ванной, так и под чистейшей, речной, вернее горной водой. И все прекрасно. Если вы регулирующие процедуры включаете в свой образ жизни, я за вас спокоен, тогда вы и питаетесь, в принципе, рационально, то есть питание ваше дойдет до тех лет, к которым это нужно. Вы имеете право и активно двигаться в окружающей вас среде. У вас имеет смысл покупать дорогие автомобили, хорошую одежду, потому как, знаете, по одежке встречают, а провожают все-таки по здоровью. Раньше говорили по уму, я бы сказал сегодня по здоровью. Не все сегодня могут активно участвовать в трудовом процессе достаточно длительное время. Но если вы знаете, как обеспечить себе правильное питание и как помочь своему организму различными регулирующими средствами это питание направить в нужное русло, все прекрасно. Но! Я бывал на курортах с природными термальными водами в Словакии, Венгрии, Андорре. И везде соседствует источник природной термальной воды и бассейн с хлорированной водой. А в Венгрии на одном курорте даже попал в хлорированную натуральную термальную воду. Насколько это здорово для здоровья? Сложно сказать. Опыты идут. Греция известна своими термальными водами. Можно, конечно, вот так бесплатно покупаться, как вот эта распластанная женщина внизу под струей горячей воды. Ну, а потом, пройдя небольшой бассейн, покупаться под струей холодной воды, получить гидромассаж только холодной водой. И вот такая индивидуальная термальная ванна в наше время пока бесплатное удовольствие. Правда, если перед вами ее займет такая неистовая женщина, ну, придется подождать. Я наблюдал за процессом примерно 20 минут и не дождавшись ушел. А вот термальные ванны или бассейн, с которых я начинал это видео, там также проточная вода и также без хлора, что важно. Горячая вода испаряет хлор. И это очень нехорошо для органов дыхания, как минимум. А для сердечно-сосудистой системы, как максимум. Иммунная система на это отреагирует очень плохо. И вот когда я нашел вот эту термальную ванну и рядышком река, все натуральное, прекрасно. Вот к натуральным продуктам питания, к экологии супер добавка. Стоимость услуги за сутки всего 2 евро. Емкость самого бассейна, ну, человек на 20-30. Может разместиться и больше. Сам бассейн где-то метров 6-7 на 10. По кадру справа. Слева вы там видите река, ее водопад. И справа три струи горячей воды. Разного напора, поэтому и для детей можно подобрать напор. И для взрослых ему нужно посильнее массаж получить. Ну, а стенка у бассейна с горячей водой и рекой общая. Причем вода в реке также минеральная. Просто вверх по течению в нее впадают другие термальные источники. Так что можно и удовольствие за скромные деньги получить. И здоровье поправить. Когда даже такие мягкие термальные ванны могут нанести вред? Если снижен иммунитет. Особенно, если это носоглотка, либо мочеполовая система. Просто хождение босиком по холодной воде и охлаждение стоп. Может резко снизить иммунную систему защиту. Как в органах дыхания, так и в мочеполовой системе. И легко обострит у мужчин простатит. У женщин аднексит. В любом варианте может обостриться цистит, уретрит. Это параллельные процессы. Либо снизится иммунитет в носоглотке, обострится гайморит, ангина. Либо инфекция может пойти дальше в органы дыхания. Если у вас есть эти заболевания, даже в хроническом состоянии. Нужно вначале проверить вашу иммунную систему. А потом заниматься таким закаливанием организма. В этом случае после проверки вы реально сможете свой иммунитет укрепить. А эти заболевания, вернее их обострение, предупредить. Вот на этой позитивной ноте я это короткое видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео. Или когда позвонить своему любимому туроператору и заказать путевку в Грецию. А возможно и поставить лайк на это видео. Я подумаю, какую еще новую тему раскрыть и опубликовать на своем канале. До новых встреч на моем канале. Пока. Возможно и в Греции.